Да, лишний здесь, конечно, Николай Галочкин, потому что он единственный из всех сделал вес главный поединок. Можно ли задать вам вопрос, Александр Евгеньевич, расстроены ли вы тем, что в главном бою мы не увидим титульный поединок с участием Мактебека и Владислава Пилипенко? Однозначно, мы, конечно, хотели видеть чемпионский поединок и уже определить чемпиона Мактебека. Он был у нас временным чемпионом, действующий чемпион Джамул Дин Алиев оставил пояс и хотели бы разыграть. Но спорт есть спорт, правило есть правило. Ребята не вошли в лимит весовой категории, поэтому этот бой будет рейтинговый, а пояс вакантным. Да, у меня есть просьба. Если я выиграю, иншаллах, досрочно, вы оставьте меня как временным чемпионом. Правильно я понимаю, что ты хочешь сказать, что если завтра ты нокаутируешь Пилипенко в крайних раундах, то… На полу крышу или удушающим какой-то, но досрочно. Мактебек, у нас так завелось, если человек выигрывает пояс временный, действующий, мы у него ни в коем случае не забираем, пояс твой. Но статус временного чемпиона ты потерял. В случае победы ты станешь претендентом, но пояс, который ты обладаешь, его у тебя уже никогда никто не заберет, он твой на всю твою жизнь. У меня вопрос к Николаю. В каком аспекте ты считаешь, что ты можешь меня выиграть? Вот чисто вот как боец, бойцу, в каком аспекте ты думаешь, что ты лучше меня и ты можешь меня там победить? Ну, на самом деле выбор велик, начиная от стойки и партера и борьба со стойкой. Вы видели его второй бой, да? Второй раунд видели? Это как паровоз, когда дышал и бил двоечку. Я думал, я смотрю плавание. Я бы, например, с Мактебеком, исходя из последнего боя, сделал бы такое прозвище, как Икея. Ну, типа, он уже не в России и как одеяло дерется, типа, постоянно висит на своем сопернике. Ну, это так, просто, типа, поразмышлять. Да, блин, ну, что угодно. По нему невозможно попасть, у него очень большая голова. Туда нереально не попасть. Туда, чтобы не попасть, я должен, как он, плаванием заниматься, а не боксировать. Поэтому не знаю, что еще сказать. А ты как назовешь Гора? Аппарат ИВЛ. Аппарат ИВЛ, Гор! Потому что он спасает тысячи судеб и дает надежду? Нет, ну, плохо дышит. Дай Бог тебе завтра здоровья.